Благодаря взаимодействию Белорусского Республиканского Союза Молодежи с общественными организациями и партнерами, за 2021 год получилось добиться значительных результатов в разных направлениях. Так, в прошлом году на республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси» впервые ребята из Брестской области, а именно из Березы и Ганцевич, заняли два первых места. Также достигнуты определенные результаты и в трудовой деятельности. К примеру, в предыдущем году сформировано большое количество студенческих отрядов, которые были задействованы при строительстве ряда значимых для нашей страны объектов, в частности, нового медкомплекса на юго-западе Бреста. Сделано очень много работы. Когда готовились к плену, мы даже смотрели СМИ, наши средства массовой информации, смотрели сюжеты, которые готовили. И на самом деле, очень много сюжетов, более 100 мы посчитали сюжетов про наши проекты. А за каждым сюжетом, это же не только просто так, за каждым сюжетом стоят люди, стоят организации мероприятий, стоят действительно очень много ресурсов трудовых, чтобы организовать это мероприятие, и мероприятие получается. В 2022 году Белорусский Республиканский Союз Молодежи приложил огромные усилия для увеличения электоральной активности среди молодежи. Так, в преддверии референдума по всей территории Беларуси, и в частности, в городе Бресте, проведено более сотни различных диалоговых площадок и акций, на которых молодежь города над Бугом могла узнать для себя что-то новое. В 2022 году ознаменован подготовки к референдуму. Мы проводили очень много различных открытых диалогов по данной тематике. И я уверен, в тех коллективах, где мы были, совместно с другими общественными организациями, потому что все здесь очень хорошо приложили усилия к этой работе, я уверен, что там действительно знают про те изменения, которые были в Конституции. И поэтому мы видим хороший результат, хороший процент принятия Конституции новой редакции нашей страны. В 2020 году представители Общественного объединения Белорусский Республиканский Союз молодежи подписали трехстороннее соглашение с ветеранами и Брестским областным объединением профсоюзов. Безусловно, для последних этот договор имеет огромное значение, как для организации, которая оказывает большую поддержку учащимся и молодым специалистам. Благодаря этому соглашению профсоюзов появилось намного больше возможностей для поддержки молодежи. Наша главная задача профсоюза – это защита правильных интересов трудящихся. И, конечно, очень важная категория – это молодые работники, учащиеся. Поэтому предусмотрены соответствующие меры поддержки. У нас есть соглашение, которое заключили мы с Брестским областполкомом, с нанимателями, с профсоюзами, где есть целый раздел по этому направлению молодежной политики. Конечно же, надо поддерживать молодых специалистов, работников, которые пришли на предприятие. Это и жилье, компенсация определенная за проживание, это и наставничество, и другие направления. Впереди предстоит выполнить еще много задач и совместных проектов. И кадры для этих проектов есть. Только в прошлом году в Брестской области количество выданных билетов членам БРСМ составило 5401. Что говорит о том, что желающих приобщиться к добрым делам, сохранению исторической памяти, а также к развитию молодежных инициатив с каждым годом становится все больше. Поэтому даже самые трудные задачи на 2022 год будут выполнены на максимум. Александр Богданович, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.